Вообще, конечно, слышать это обидно. За родной город Саратов, я сама сортовчанка, всю жизнь в Саратове прожила, всякие времена видела и лучшие, и худшие. Ну, я так думаю, что это не зря, это заслуженно, наверное. Люди оценили, и они поставили такую оценку, значит, так оно и есть на самом деле. А вы как оцениваете? Вот, что вы интересны? Вы знаете, я вот живу в центре, в центре еще более-менее, вот если идти по центральным улицам, даже если чуть-чуть в сторону центральных улиц, там уже бардак. Очень много мусора, и мусора, самое главное, нет таких, вот, которые, чтобы просто бросать, вот, люди идут, мы не могут выбрать, да, уровень нет. Общая картина, она, скажем так, где-то, ну, на 70% не очень. Работы нет, нет производства, нет предприятий, вот и все. Регион дотационный, доходы маленькие, заработная плата маленькая. Качество жизни невысокое, более чем невысокое. Обустройства, вот, в последнее время усилия предпринимаются, но очень скупые, сдержанные. Двор обустроили, подъезды остались непроезжими. Или двор обустроили, а за уборкой и вывозом мусора в свое время никто не следит и все портится. Вот из каких мелочей оценки складываются. А в целом, безусловно, в Саратов, если сравнивать с другими городами, я был в Поволжье во многих городах, в Казани в первую очередь, это небо и земля. У нас, в принципе, не развивается ничего. Ну, то есть, в центре у нас нормально, хорошо, окраины мы уже в счет вообще не берем, там, конечно, не очень совсем, ни инфраструктура не развита, дорог нет, и, в общем, там, мне кажется, бесконечности можно перечислять. Брат в Москве живет уже несколько лет. Почему мы ехали? Ну, вот поэтому и уехали. Больше работ, возможностей. Какую вот вы бы дали оценку нашему городу и почему? По десятибалльной шкале, если то. Если по десятибалльной? Пятерки. Не согласна. Ну, рабочих мест, конечно, как бы маловато, и зарплаты не очень большие. Ну, я думаю, что не последнее место, уж более нас отодвинули как-то. Я бы дал семерочку где-то. Это из десяти? Да. Почему? Ну, многие из нашего города уезжают. Ну, невысокую я бы дала. Во-первых, что уметает, наш город очень грязный. Не знаю, то ли мы не убираем, то ли за нами не убирают. Мне кажется, обоюдное. Дороги у нас очень плохие. Поэтому высокую оценку дать, ну, никак не получается. Может быть, у нас администрация старается, только усилия не видно, к сожалению. Дороги асфальтируют, но не расширяют. То есть проблема у нас с пробки постоянные, в общем-то. Потом проблема в том, что вот мне не нравится то, что все время обклеивают все фасады вот этими объявлениями. С этим тоже никто не борется. То есть, ну, мусор. Поэтому вот я так считаю, что рейтинг должен повышаться. Уже даже благосостояние, чистота должна быть в городе в первую очередь. Работы много, а заработная плата маленькая. Да. Требуют много, а отдают мало. Я думаю, совершенно справедливая оценка. Вы знаете, я был во многих городах России. Я ездил по командировкам одно время. И, честно говоря, Саратов я отношу к самым некомфортным городам. Я склоняюсь, что все-таки более хорошо сейчас. Саратов начинается нависка, потому что все-таки развивается инфраструктура. Строятся парки, новая набережная, проспект Кирова. Если по 10-бальной шкале, ну, я бы, наверное, все-таки 6-7 баллов Саратов. Ну, честно, да, подумал и переехать. Опять же, развитие. Хочется развития, хочется более, ну, город побольше. Вот, а так Саратов я люблю, но есть куда ему стремиться, развиваться в плане и промышленности, в плане и образования, и в плане, опять же, благоустройства. Хотелось бы, чтобы все-таки побольше у нас было и парков тех же самых, и каких-то развлекательных для детей. Вот, потому что там площадок очень маловато. Не самое лучшее. Почему? Ну, потому что нет у нас нормальной работы, по большому счету. Найти нельзя, которую находишь, она вся находится за пределами минимума, который необходим человеку для жизни. Если мы дальше хоть и называемся, там, не знаю кем, трудовой доблести, город. А какая здесь доблесть? Заводов нет. Одни рынки. Наш город Саратов занял, к сожалению, одно из последних мест в рейтинге по качеству жизни. Согласна с этим. Абсолютно. Скажите, почему? Да потому что заводов нет, все закрылось после распада Советского Союза. Безработица, новых мест нет никаких других, люди уезжают. Здесь даже вот элементарно с транспортом проблема. Утром и вечером ждешь его по 30-40 минут, а он даже не приезжает. А если приедет, то либо еле едет, либо еще где-нибудь сломается по дороге, не дай бог. Делают только центр. Вы видите, Чернышевскую. Одни магазины открывают. Опять скопали, опять раскопали, опять залатали. Бродячие собаки. Я боюсь ребенка. Вот в Энгельсе случай был. Ипотека дорога. Вот минимально 3 миллиона давали. Сейчас 6 миллионов. Чтобы эти 6 миллионов нужно что? Стабильный доход, зарплата. Да, первоначальный взнос в миллион, потом платить ежемесячно по 60 тысяч. А где, если зарплата 30? Вот у нас так и получается, что для пособий мы больно богатые, а для ипотеки больно бедные. Ну вообще я не считаю, что все плохо. Нормально. Жить можно. Кто хочет, тот найдет возможности найти хорошие места, найти хорошую работу, найти... Было бы желание. Плохо это у человека внутри. И хорошо это у человека внутри. Поэтому у меня все хорошо. И город мне нравится.